Осенью в Кировской области проходил открытый конкурс фотомастерства, приуроченный Году Человека Труда. Сегодня в выставочном зале художественного музея можно посетить итоговую выставку лучших работ, поступивших на конкурс. Подробности у Кирилла Сосолятина. На выставке представлена лишь малая часть фотографий. Из 146 снимков комиссия отобрала лучшие. Выбор был нелегкий. В кадре лица, инструменты, трудовой процесс. Члены комиссии настолько тременно к каждому, к каждой работе, к каждому художнику относились, что были жаркие споры. Почти два часа, даже очень больше, мы спорили и думали, кто же будет первый. А все-таки и первый, и второй, и третий. А первым стал Александр Пантюхин. На заводе 1 мая для конкурса он выполнил три серии работ. Рождение металла, экзамен работников и отдельные фотографии. Я в одном из цехов обратил внимание на... Как раз там проходил подъем какой-то такой большой станины. Вот я, как говорится, нехорошо знаю эти термины. И маленький человек такой, да, буквально в этом пространстве. Вот он управлял всеми этими механизмами, всеми этими, да. И он был настолько хрупким, настолько маленьким, да. Но все ему подчинялось. И он стоял как дирижер. Я так этот снимок и назвал – дирижер. Трех победителей наградили грамотами и премиями. Кроме того, работы оценивали не только члены комиссии, но и граждане в интернет-голосовании. Так был выбран художник, набравший наибольшее количество голосов. Мы говорим о человеке труда. Вот посмотрите, у нас из наших почетных граждан, четыре – это рабочие, которые работали на заводах, которые трудились. Есть герой социалистического труда, чемсотный доработник Аркадий Семанович, шинного завода. То есть, как-то сегодня мы стали говорить меньше. И, может быть, надо этот стереотип сломать. И то, что вот сегодня эта выставка говорит о тех людях, которые стоят у станка, которые творят дела, это, наверное, дорогого стоит. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область.